Здравствуйте! В эфире новости в студии Султаней Стокаева. Сегодня в программе. В Крыму выявлен еще один случай COVID-19. Где заразился крымчанин? В республику завезли аппараты ИВЛ. В чем уникальность сети нового оборудования? Что советуют психологи в период пандемии? Какой онлайн-проект запустили сотрудники Крымско-Натарского театра? В Крыму зафиксирован новый случай коронавируса. Число заболевших на полуострове достигло 22 человек. Об этом на заседании оперштаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Откуда прибыл заразившийся крымчанин и какие меры могут принять в случае игнорирования режима карантина, знает Наджией Саева. Поездка в столицу страны обернулась для крымчанки плачевно. Женщина ездила в Москву к дочке, вернулась оттуда, вернулась с инфекцией. Сейчас пациент в стационаре, а родные под наблюдением. Было госпитализировано 3-го числа в инфекционное отделение в условиях боксированной палаты. Установлены контактные, это 4 близких контакта, это ее родственники и 6 отдаленных контактов. У контактных лиц был отобран материал, по вчерашним результатам материал отрицательный. Больная находится в условиях стационара. Проведена по месту жительства заключительная дезинфекция. Список всех лиц, которые контактировали с больным, еще не установлен. Больная с родственниками добиралась на такси. Информация в МВД направлена, с аэропортом тоже работаем, но прошу, мы направим ту информацию, которая у нас есть, чтобы ее разместить в средствах массовой информации. Коллеги, ну то без проблем, здесь МВД полное содействие оказывает. Любая информация в публичном поле размещается в кратчайший срок. Всего в Крыму больных коронавирусом 22 человека. Глава Крыма Сергей Аксенов настоятельно требует соблюдения режима карантина. Ведь только так можно быстрее остановить угрозу и вернуться к привычному ритму. Глава заявил, крымчане, которые продолжают игнорировать указ, подвергают к жестким мерам не только себя, но и всех жителей полуострова. Количество резко увеличилось автомобилей. Это опять все до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть. И тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае, коллеги. Просто предупреждаю. От коронавируса на полуострове смогли излечиться 5 человек. Еще 16 продолжают лечение. Их состояние специалисты оценивают как стабильное. Под медицинским наблюдением остается почти 3000 человек. А в стационарах 65. На этой неделе заработала и лаборатория на базе Республиканской детской клинической больницы. Там проводят тесты на предмет выявления COVID-19. Вчера мы запустили, начали тестирование. Мы планируем нашу лабораторию. С сегодняшнего дня мы начинаем брать анализы у наших медицинских работников, которые находились в контакте с положительным по COVID-19. Наш приоритет – это тестирование наших медицинских работников. Строгое соблюдение всех правил и предписаний возможно сократит сроки режима самоизоляции. Но даже в таком случае необходимо соблюдать меры предосторожности. Регулярная дезинфекция общественных мест продолжается. Производство таких средств защиты, как маски, перчатки, костюмы, идет в полном объеме. Теперь разрешение на их продажу будет только у одной фирмы. Я думаю, что это будет к информации, потому что только организации, имеющие лицензию на отпуск лекарственных препаратов. То есть маски и перчатки защитные и так далее, не будут продаваться на три месяца срок действия, не будут продаваться в супермаркетах, в других магазинах, только через аптеки. Уже запустили ялтинский обсерватор. Он готов к приему граждан и оснащен всем необходимым. Первым заместителем министра информации и связи Крыма стала Екатерина Немчинова. Распоряжение председателя Совмина Юрия Гоценюка о ее назначении опубликовано на портале правительства. До этого она работала руководителем управления информацией и пресс-службы главы республики. Больница имени Семашко почти готова принимать пациентов, только в экстренных случаях. Самая веская причина сегодня – заражение или подозрение на COVID-19. Каким уникальным оборудованием оснащена клиника и когда она официально откроет свои двери, расскажет Фатимисий Дометова. Пока коридоры этой больницы пустые. Из постояльцев только охрана и техперсонал. В конце марта глава республики поручил подготовить медцентр к запуску. Уже тогда республиканскую лечебницу начали оборудовать в ускоренном режиме. Навести порядки до стерильного состояния помогали и неравнодушные крымчане. Мы согласились и делаем это сейчас все для больницы по себестоимости. В клинику уже завезли новейшее медицинское оборудование от иностранных производителей. Среди них наркозно-дыхательные и аппараты искусственной вентиляции легких. Это три вида ИВЛ-ов. Мобильных, потом экспертного класса и обычные стационарные. Некоторые из них можно использовать как стационарно, так и при транспортировке. К данному аппарату могут также сзади ставиться баллоны кислородные, чтобы его можно было возить и вентилировать не от консоли и стационарно, а именно мобильно. Настройки аппарата подбираются для каждого пациента индивидуально, как для взрослых, так и для детей. Хоть по давлению, хоть по объему, хоть вспомогательное. То есть очень много режимов, которые может выбирать врач. Пока это единственный подключенный к сети ИВЛ. Всего их здесь 80. Остальные подключат по мере необходимости. Мощной системой вентиляции обеспечены почти 20 операционных комнат. Многоуровневая очистка воздуха скрывается за обычными решетками на стенах. Забор воздуха берется, потом идет через фильтр, прогоняется искусственно, проходит очистка его. Прямо, ну скажем, максимально возможно, как в космосе. Так воздух в самих операционных всегда обеззаражен. Микроклимат можно контролировать на специальной панели управления. Ведущий специалист, медик, который будет проводить здесь операцию, он в состоянии выставить непосредственно необходимый для пациента режим комфортного пребывания. Больница оснащена почти на 100%. Не хватает только света, газа и воды. Провести коммуникации обещают в кратчайшие сроки. Мы проводим совещание с ресурсниками, дабы на следующей неделе мы могли полностью больницу подключить к постоянному электроснабжению, что необходимо для запуска тяжелого оборудования, будь то МРТ, КТ, ангиограф. Таким образом, до полной эксплуатации больницы осталось месяц, а может два, но при этом больница уже готова принимать пациентов в экстренном случае, в случае коронавируса. Это могут быть примерно от 40 до 50 человек и их уже смогут разместить 13 апреля, повторим, при необходимости. Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого лихача. В Ленинском районе автомобиль без номерных знаков заметили жители села Горностаевка. Наряд ДПС сразу же выехал в населенный пункт. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал и набрал скорость выше 100 км в час. Погоня закончилась лишь после сильного повреждения автомобиля. Злоумышленнику грозит лишение прав и штраф. Поезда по направлениям Керчь, Симферополь, Севастополь, Евпатория пока курсировать не будут. Запуск экспресс-маршрутов перенесли из пандемии, сообщает прислужба Южной пригородной пассажирской компании. Рейсы начнут работу, когда эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется. Как пережить самоизоляцию и не паниковать? Что нужно сделать, чтобы избежать депрессии? И чем заняться во время карантина? Ответы психологов на эти вопросы в сюжете с Евилей Меметовой. Танцы, йога, правильное питание и только позитивный настрой. Лучшие лекарства от депрессии во время пандемии. Такие советы на своей странице в социальной сети опубликовала психолог Анна Метова. На самоизоляции хорошо заняться тем, что будет вас радовать, тем, что будет доставлять вам приятные положительные переживания. Это важно для того, чтобы суметь пережить всю эту непростую ситуацию и выйти из нее с наименьшими потерями. Чтобы справиться со стрессовой ситуацией, которая может возникнуть во время вируса, психологи советуют. Первое. И самое главное – найти себе занятие. То есть, если это удаленная работа, то нужно понимать, что работа удаленная, она имеет как массу плюсов, но минусы, безусловно, тоже есть. Но найди для себя плюс. Ты в это время можешь встать, по работе можешь встать и сделать зарядку. Хотя бы небольшую, но сделать. Кстати говоря, физические упражнения тоже очень полезны, поскольку человек и отвлекается, и оздоравливается, и в то же время держит свое тело в тонусе. Как выяснилось, большинство людей пугает не столько сам вирус, как его социально-экономические последствия. Психологи же уверяют – все перемены приведут только к лучшему. О мировом кризисе, который нам обещают, что будут изменения экономические. Да, они наверняка будут. Но будет и перестройка. Понимаете, мы живем в мире вызовов и ответов. Если сделан вызов, то наверняка будет ответ. Наверняка будут новые формы деятельности развиты, появятся новые профессии. Еще больше будет перенесено виртуальное пространство, сфер деятельности. Это тоже правильно. Люди, которые посвятили дни в карантине саморазвитию, впоследствии станут более уверенными в себе. Сегодняшняя самоизоляция – это время личностного роста. Поэтому депрессировать некогда. И тогда у человека начнут рождаться собственные способы, как адаптироваться к новым условиям, как адаптироваться к себе самому новому в этих условиях. Берегите свои нервы, мыслите позитивно и не впадайте в панику. Севеля Меметова, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Искусство без границ. Артисты Крымско-Латарского академического музыкально-драматического театра запустили онлайн-проект «Берегите себя и своих близких», чтобы поддержать все жители республики во время изоляции. Как проходит общение со зрителями, расскажет Айша Шулакова. Вместо знаменитых подмостков и театральных декораций, кухни, залы и гостины артисты Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра продолжают радовать своих зрителей даже во время самоизоляции. Дорогие наши зрители, в эти весенние дни желаю всем нам здоровья. Наш театр работает для вас. Каждый день артисты вокала, драмы, оркестра и балета дарят крымчанам позитив, чтобы поддержать их в это непростое время. Желаю вашим семьям здоровья. Проводите это время дома, с семьей, готовя разные вкусные блюда. Мы обязательно с вами еще увидимся после окончания карантина. А сейчас для вас звучит эта песня. Репертуар отличается от обычного. Актеры и поют, и играют на музыкальных инструментах. Не обходится и без народного фольклора. Это проект «Берегите себя и своих близких». Артисты ежедневно записывают свои выступления и публикуют их в группе театров в социальных сетях. Наши артисты на страницах нашего театра в Инстаграме, Фейсбуке, Вконтакте приготовили для вас небольшие подарки. Ваши любимые артисты продолжают свою деятельность. Наше будущее в единстве. Берегите себя и своих близких. Просмотры, репосты и отзывы к видео временной деятельности Крымско-Татарского театра в интернете говорят об одном. Культура объединяет и отвлекает от сложившейся ситуации в мире. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok